Здравствуйте! Последние дни года – это время праздничных хлопот, подарков и пожеланий. Время, когда взрослые ведут себя как дети, искренне радуются Деду Морозу. Время, когда все мы начинаем верить чудо. И иногда оно происходит. Давайте улыбнемся друг к другу и хорошо отдохнем вместе с нашей программой. Экстремальный вечер для красномийской публики. В городе прошел концерт, который покорил людей разного возраста. Цветы для мужчин из носков. Хит сезона, оригинальные идеи и практичный подарок. Девушки любят сверкать и блестеть. Накануне Нового года не забудьте заглянуть в ювелирный магазин, чтобы порадовать любимых. Праздник создаем сами и веселье будет гарантировано. У вас еще есть время украсить свое жилище. Как и чем развлечь себя в новогодние праздники мы научим. И даже покажем. Моя полиция для меня поет. Трое луганских правоохранителей, финалисты пятого сезона шоу «Х-фактор», вокальный коллектив «Экстрим» целых два часа удерживали жителей красноармейской силой своего таланта. Во время выступления трио никто не пострадал, а вот мощный заряд позитива получили все. Как это было в нашем сюжете. Экстрим, что расшифровывается как эксклюзивно три милиционера, поющие защитники правопорядка. Трио образовалось в 2011 году в Луганском государственном университете внутренних дел. Сергей Юрченко, Станислав Панкин и Эльдар Кабиров спелись и решили покорять конкурсы, фестивали и телевизионные шоу. В 2014 году коллектив занял второе место в шоу «Х-фактор», а сейчас гастролируют по всей Украине. И вот теперь ветер занес их на восток, в Красноармейск. Красноармейск, добрый вечер! В Красноармейске трио выступало впервые. Однако с городом Экстрим связывают практически родственные связи. Ведь Станислав Панкин женат на девушке родом из Красноармейска. Я здесь был неоднократно, и жена, да, с Красноармейской. Собственно говоря, все девушки Донбасса самые красивые в Украине. И вообще, да, поездили, повыступали, поэтому можем смело так говорить и утверждать. А у поля три крыниченьки, а у хлопца три цеппичаньки. Во время концерта зрители наслаждались не только чудесным исполнительским мастерством экстрима, но и отменным чувством юмора. Мы очень интересуемся поп-культурой, западной поп-культурой. Хотя английский текст нам, признаемся, дается не очень легко, особенно Сереже. Но он делает успехи постоянно. И уже почти можно альбом выпускать на английском. А почему это я не буду? Ну, у Стаса уже чуть лучше получается. Я экзамен сдал. Он «зэ» умеет уже говорить «зэ». «Зэ» умеет уже говорить «зэ». Не переставали подшучивать друг над другом ребята и во время интервью. Своим ответом на вопрос про самый курьезный случай из сценической жизни ребята создали дополнительный курьезный случай. Мы с соседом Сергея Васильевна. Не, это, кстати, не для камеры. Ты, это, не надо такое. Не мы, это мы с соседом. Люди подумают не то. Все, что было на «Экс-факторе», осталось. Не то, что вы подумали. Случалось с ребятами и такое, что сцена оказывала на них сногсшибательное воздействие. У нас на проекте был интересный случай, когда объявили результат и нужно было убегать со сцены. Я подскользнулся и упал со сцены. Она где-то, может, там метра два. И я даже не понимаю, как я нормально упал, ничего не сломал. Была тишина и такой хлопок. Грохот во всем зале и только зал так. И я вылажу такой с пацаны. Все нормально. Дабы усилить чудесные ощущения от приближающегося праздника, трио включило в свой трек-лист множество новогодних песен. У леса на опушке, жила зима в избушке. Она снежки солила, береза в айкадушке. Она пуговала пряжу, она ткала холсты, Ковала ледяные таны над реками. Ух ты! Подтолок ледяной, дверь скрипучая, За шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иди, А из окон порог синий-синий. Подтолок ледяной, дверь скрипучая, За шершавой стеной тьма колючая. Как шагнешь за порог, всюду иди, А из окон порог синий-синий. Остыли реки, и земля остыла, И чуть нахохлились дома. Это в городе мне жарко было, Это в городе мне дурка было, А за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня Звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, Декабрь, январь и февраль. А самых смелых Экстрим пригласил на сцену В качестве подтанцовки. Мечтала о том, чтобы подтанцевать с ними. Я их люблю, я смотрела «Экс-фактор», Наблюдала за ними. Мне они очень нравятся, молодцы хлопцы, У них такие голосища. Энергетика просто сумасшедшая. Я, конечно же, смотрела «Экс-фактор», Болела за них. Я очень рада, что они приехали в наш город. Ну, получила море эмоций позитивных. У меня все бурлит, море эмоций. Очень понравилось. Артисты супер. Потанцевала, отожгла. Короче, все понравилось. Следственный эксперимент Луганских милиционеров в Красноармейске Прошел успешно. Поющие защитники закона пообещали, Что обязательно вернутся в новом году С новыми песнями. Ну, а если вы пропустили выступление экстрима И хотите еще раз ощутить яркие эмоции, Включайте телеканал «Орбита» В новогодние праздники И смотрите полную версию концерта. Шаманский в бокалах, Ялиночка в огнях, Ми зустрічаєм новий рік у різних святах. Десь недалеко в ночі Двіночок це лечить, Це оленянко Едік, Дід Мороза швидком члік. Він подарунки новорічні в санях нам везе, Скоріше заспіваєм разом Мері Крісмасе! Мері Крісмас! На полегливо годинник нам наголосив Что за векном сегодня Новый год уже наступил Салюты, подарки, голосные песни Вильные комнаты, а девчата все ревни Здесь недалеко в ночи звеночек целенчить Это оленянко Эдик, Дед Мороза швидко вчить Он подарки новоречни в санях нам везет Скорее заспеваем разом Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Новый год нехай сих счастья принесет Сих счастья принесет и любовь принесет Merry Christmas! Merry Christmas! Новый год нехай сих счастья принесет Всем счастья принесет и любовь принесет Эх, праздники! Просто голова идет кругом Что же подарить на Новый год нашим родным и близким? Казалось бы, что может быть более приятным сюрпризом для женщины, чем букет? Он будет уместен в любом случае на любой праздник Как отдельный подарок или как дополнение к нему А вот с мужчинами посложнее Подарить представителям сильного пола цветы Можно лишь соблюдая целый ряд условностей Но не волнуйтесь, справиться с этой нелегкой задачей Вам поможет наш следующий сюжет Если вы сомневаетесь, стоит ли мужчине дарить букет Не сомневайтесь, еще как стоит Даже самый банальный подарок можно преподнести весело и оригинально Например, узнать, как сделать букет, да хотя бы из носков Самое главное, что результат креативной идеи очень практичен Всегда актуален и вместе с тем может рассмешить любого Согласитесь, роза из носка – это позитив в чистом виде А если таких цветов много, то и позитива соответственно Чаще мужчинам, конечно, мужчинам Мужчинам на втором месте детки, а уже женщинам потом Потому что такое Ну и, конечно, я такие букетики не рекомендую Дарить сотруднику или совсем неблизкому человеку Потому что так можно Такой интимный подарок То есть лучше близкому человеку дарить Для создания столь креативного подарка требуется совсем немного времени и материала В основном из носочков, из женских, из мужских, из детских Для новорожденных заказывают Из пеленочек детских, из распашоночек В общем, из всего, что, можно сказать, мы носим Из нижнего белья тоже такие креативные заказчики Из кухонных полотенечек Цвета самые ходовые Розовенькие, серенькие, беленькие Черные я не рекомендую, потому что такой Немного грустный букет получается А сколько же носков можно использовать для создания бутонов Если парное количество цветов в букет не собирают И в то же время носки всегда парами В основном четное количество Потому что Я могу, конечно, 15-й в подарок Например, или 11-й в подарок Но в основном четное количество носочков Потому что их много чаще всего И они как бы, ну, незаметны Скручивать цветки можно в двух вариантах Для работы нам понадобятся, естественно, носки Палочки бамбуковые Гуловки, да, ну, и лента для украшения Загибаем носочек Берем бамбуковую палочку Загибаем тут Крутим розочку Туго Затягиваем, чтобы бамбуковая палочка не выпала Берем булавочку Закрепляем булавочкой Первый готов Можно выполнить розочку в другой вариации Немного Вниз Начинаем скручивать вниз Чтобы она была Такая продолговатая Ну, такие длинненькие носочки Чаще всего в композиции Если где-то в композицию Вот букет готов Главное продумать, как его вручить Любовь предлагает сделать это, к примеру, в красивой кружке или стакане А вдоволь посмеявшись над подарком Ваш любимый человечек Еще не один год будет вспоминать Какую забавную форму когда-то принимали его носки Что ж, берите идеи на вооружение и вперед Радовать мужчин креативностью Ну, а если хотите удивить своих родных и близких шиком и щедростью Тогда вам в ювелирный салон Малахит Драгоценный металл станет неповторимым подарком Достойным наивысших похвал Ведь во все века и времена Именно золото высоко ценилось И никогда не утрачивало свои ценности Огненная красная обезьяна Пророчит нам шумную и яркую встречу Нового года Стиль и лоск в эту новогоднюю ночь будет приветствоваться Итак, что же подарить и в каких ювелирных украшениях лучше встречать 2016-й? Одним из самых уместных подарков для любимого человека являются ювелирные изделия В этом году особенно актуально красное и розовое золото, жемчуг и ослепительные бриллианты Выбирая украшения не следует опираться на моду То есть вы должны прислушиваться к самой к себе и вашему настроению Не следует выбирать изделия одинакового типа Ведь сегодня вы можете быть женственной и романтичной А завтра целеустремленной и деловой То есть женщинам свойственно меняться И поэтому нужно, чтобы у нее в арсенале были и эмалевые цветы И серьги инкрустированные камнями И минималистические колечки правильной формы Дизайнеры и ювелиры вспомнили о прекрасном перламутровом камне И украсили им броши, булавки, кулоны и даже создали подвески для гаджетов Стоит обратить внимание на сочетание жемчуга в нескольких украшениях, одеваемых одновременно Камни могут отличаться по оттенку, но обязательно должны быть в одной цветовой гамме Изделия из жемчуга в 2015-2016 модном сезоне Также пребывают на пике популярности Так заведено, чтобы колье, либо цепи, либо серьги включали элементы из жемчуга Также камень сезона декорирует отдельные элементы одежды Например, он будет замечательно сочетаться с перьями, кожей Либо другими природными элементами Огненная обезьяна испытывает неимоверную слабость к драгоценным камням, особенно к бриллиантам Наденьте украшение с этим камнем в новогоднюю ночь и поймайте свою обезьянку А также сопутствующую удачу вместе с ней Трендом 2016 года является цветной бриллиант Если вы сомневаетесь, что выбрать, есть такой вариант беспроигрышный, как бриллиант Он подойдет любому человеку на любой вкус Сейчас как-то более популярно еще и белое золото Так как оно смотрится сдержанно, элегантно, утонченно И в то же время оно будет сочетаться как с красным золотом, так его можно носить и с серебром Металлом этой ночи может быть только золото В тренде модели из комбинированного красного и белого золота Что же касается драгоценных камней, то предпочтение отдается крупным изумрудам Основное правило новогодней ночи – образ должен быть ярким, изящным и утонченным Запомните, крупные и массивные украшения отходят на второй план В моде простота и элегантность Роскошного вам нового года! Ну вот, о подарках побеспокоились Пора задуматься о новогоднем дизайне и заняться сбором интересных идей Конечно же, украсить свои жилища для встречи 2016 года лучше всего своими руками И чем ярче будет ваша комната, тем точнее вы сможете передать всю красоту новогодней ночи Татьяна Намазова уже освоила несколько креативных способов праздничного хендмейда И готова поделиться идеями с вами Смотрите и учитесь! Новогоднее украшение дома не должно быть спонтанным и необдуманным Заранее подготовьте все материалы, спроектируйте планировку, позаботьтесь о том, чтобы для каждого аксессуара нашлось свое место в интерьере Создание гармоничного и приятного дизайна на новогоднюю тематику это не сложно Но и этот процесс требует подготовки Как же сделать все правильно и красиво в преддверии года огненной обезьяны Нашей съемочной группе рассказала флорис-дизайнер Анна Поташова В этом году обязательно должен присутствовать где-то, может быть, немножко красного оттенка Потому что год огненной обезьяны, чтобы она нас не обиделась, должна обязательно где-то, хотя бы немножко, ну, прослеживаться хотя бы в каких-то элементах красный цвет Но это не обязательно есть, так как еще в моде до сих пор, уже несколько лет, такой вот красивый цвет, пурпурный Грязные розы, можно так сказать, вот он до сих пор еще в моде Оформление в этой цветовой гамме очень современное сейчас и очень интересное Это игрушка ручной работы, которая сделана с ниток, с тканевых лент, с присыпки из глиттера и с бисера То есть каждый человек, в принципе, может сделать такую игрушку Сейчас это пенопластовая основа, которая обсыпается клеем и клеится вот уже потом в такую форму Кто сказал, что обычные бусы и сережки нельзя использовать как элемент декора Небольшие аксессуары прекрасно подойдут для украшения маленьких искусственных елочек А бусины покрупнее, отставших ненужными украшений, можно применить в дизайне свечей, подсвечников, статуэток и елочных венков Итак, сделать игрушку своими руками просто За основу берем пенопласт, подготавливаем бусины, присыпку из глиттера и клей Много материалов можно использовать, которые текстильные То есть очень много материалов можно использовать, как и натуральных материалов Это ветки, это могут быть какие-то веревки, то есть это могут быть вот такие вот игрушки То есть это более декоративный стиль, вот это вот, это более натуральный стиль Эта звездочка сделана просто с березовых веточек и обычная веревка, которая с мешковины То есть такие игрушки тоже современные, тоже в моде. Сейчас очень модно то, что сделано своими руками. То есть это хендмейд. Каждый человек, который хотя бы немножко в это вовлечен, он может это все сделать сам своими руками. Шишки также довольно распространенный вариант для создания декоративных аксессуаров к Новому году. Окрасть их в яркий или белый цвет, посыпьте блестками или искусственным снегом и используйте в качестве елочной игрушки или элемента новогодней композиции на столе. Легко переделать и старые елочные украшения. Например, вот такой вот шар можно сделать своими руками. Взять за основу даже тот же старый шар пластиковый и обклеить. Вам для этого понадобится шерстяная нитка красивая, какие-то бусы и веревочка либо просто какая-то атласная или тканевая ленточка, на которую вы просто нанизаете бусы. Все это приклеивается горячим пистолетом, горячим клеем. И вот так вот очень легко просто обмотать, обклеить. Получится вот такая интересная игрушка, которая будет индивидуальна и не будет не похожа ни на какую другую. Чем больше будет новогодних украшений в вашем доме, созданных своими руками, тем теплее и уютнее будет ваш праздник. Сегодня очень популярны всевозможные венки и ветви из хвои, как натуральной, так и искусственной. Сейчас очень модно оформлять свой дом, и каждая, наверное, хозяйка очень хочет украсить свое жилище к Новому году. Поэтому можно сделать очень много веночков, можно много сделать композиций по дому, даже просто несколько веточек поставить в какие-то там чашечки, в какие-то баночки, немножко приукрасить лентой, композиции со свечами на новогодний красивый стол можно сделать. Можно сделать веночек на дверь, можно сделать веночки просто по дому где-то повесить. Вот такие вот гирлянды можно развешивать как на камин, так и где-то на окна красиво. То есть вариантов очень много, и самое главное – это желание и немножко фантазии. Провела Анна Поташова и мастер-класс, на котором создала чудесную новогоднюю композицию для студии и телекомпании «Орбита». Сейчас вам покажу хвойную композицию, которая будет состоять из нескольких видов хвои, с декоративного материала, с натурального, и вот таких вот интересных декоративных шариков, новогодних украшений. Сейчас есть вот уже почти полуготовая хвойная композиция, нам только осталось несколько штрихов. Доделать. Такая вот получилась основа кругленькая, как веночек. Немножко примнем, чтобы она не сильно такая объемная была. Вот и теперь начнем немножко декорировать. Есть вот такой вот веночек с березой, который прокрашенный в белый цвет. С звездочкой, тоже с березой сделан. Форма может быть не только круглая, это может быть и вытянутые какие-то красивые формы, это может быть и более овальная форма. То есть это зависит от того места, куда будет ставиться эта композиция. Очень красиво смотрится в контрасте с вот такими вот декоративными элементами натуральные материалы. Береза, можно даже шишки. У нас будет синяя, серебристая, белая композиция. Сделаем красивый с лентой бант. Вот такой вот бант мы в центр композиции вставляем. У нас вот такой вот он получится. Можно немножко посыпать снежком. Вот такая вот имитация снега. Немножко пустит. Красиво очень. Вот такая вот композиция у нас получилась. Что ж, до Нового года осталось всего чуть-чуть. Вы понимаете, старый год уже машет нам на прощание. Я с трудом в это верю. В заботах о подарках и дизайне комнат мы совсем забыли самое главное. Как развлечь гостей, чтобы они в буквальном смысле слова не уснули за праздничным столом после первых же салатиков. Спокойствие без паники. Конечно же, мы не будем советовать вам, где и с кем встречать Новый год. Это решать вам. А вот как провести праздник весело и незабываемо, сейчас расскажем и покажем. Итак, готовьтесь, мотайте на ус. Новогоднее настроение можно включить разными способами. Конечно, классический вариант – это нарядить елку. Но и на это, казалось бы, традиционное занятие стоит взглянуть по-новому. Символ праздника можно распечатать, наклеить на стену и раскрасить как угодно. Елка-раскраска – отличный способ окунуться в волшебную атмосферу Нового года, а заодно и вспомнить детство, проверено сотрудниками телекомпании «Орбита» и их детьми. Новогодние игры – такой же обязательный атрибут праздника, как и елка, считает ведущий хороших событий Александр Гудков и предлагает развлечься с помощью игры под названием «Перевертыш». Что такое игра «Перевертыш»? «Перевертыш» – это любимая книга, фильма, название, любимая книга, фильма, пословицы, строчки из песен, стихотворений, все слова которых заменены антонимами. Слова продолжены по смыслу. Гости делятся на две команды, ведущий зачитывает значения, точнее не значения, а слова «Перевертыши», а вот команды, в свою очередь, значения эти отгадывают. Чем быстрее и больше этих значений команда отгадает, собственно, та команда является победителем. Итак, первый «Перевертыш». «Перевертыш». «Эх, жара, жара, отогрей ее». «Эх, мороз, мороз, не мороз меня». У вас есть один вал. А можете спеть ее? Вот именно в антониме. Ну, вряд ли. «Эх, жара, жара, отогрей ее». «Эх, жара, жара, отогрей ее». Имеет новый смысл песня. Эта игра на смекалку подходит для людей любого возраста. Можно играть в компании друзей, в семейном кругу и на корпоративе. Расшифровывать «Перевертыш» – хороший способ проверить свою сообразительность и повеселиться от души. Это забавно. Люди начинают вспоминать. Это очень весело. Здесь присутствует юмор. Особенно, если у людей развита фантазия, то новогоднюю ночь, а тем более она развита, наверное, в два раза больше, очень увлекательно. Количество людей неограниченное. Начиная от двух, заканчивая в ста. Руководитель театральной студии Красноармейского центра творчества и досуга Валерий Таран знает, как поднять настроение в новогоднюю ночь и развить в себе способности художника. Игра называется «Штрихи к портрету». Можно играть две команды по четыре человека, можно играть и больше. Это все, конечно, очень весело происходит. Игроки выстраиваются спиной друг к другу. Первый получает лист бумаги и маркер, а к последним подходит ведущий и показывает простое изображение, которое игрок должен нарисовать рукой на спине у стоящего впереди. Тот, в свою очередь, пытается понять, что же на нем нарисовали, и передает картину тем же способом следующему. И так дальше. Первые в колоннах изображают то, что к ним дошло на листке бумаги, в окончательном варианте. Это был зайчик. Отлично. Похлопали. Чем больше человек, тем может картинка меняться. Самое интересное – это в конце, когда сравнивается оригинал и сравнивается то, что нарисовали. Еще одной идеей для новогодней игры делятся культорганизаторы Дворца культуры шахта управления Покровская. Игра называется «Угадай, кто я?». Эта игра предназначена для большой компании, человек минимум 10 хотя бы, тогда это будет интересно. В чем заключается правило игры? Нужно ведущий выбирать одного игрока, который садит спиной к аудитории. Ему на спинку стула цепляются названия, там, где указан персонаж и где он сейчас находится. Ну, к примеру, миллионер в бане или доктор в самолете. И компания начинает задавать наводящие вопросы. Например, где ты сейчас находишься? Кто ты? С кем ты туда пришел? Почему ты выбрал именно это место? Так как игрок не знает, что у него написано, он начинает отвечать не в попад. И таким образом компания получает массу позитивных эмоций. Ты даешь радость. Каждый день. Ты любишь детей? Обожаю. Ну, а для тех, кто любит приключения и часто представляет себя на месте героев приключенческих книг и фильмов, Дмитрий Пересадько рекомендует необычное развлечение – квест-комнату. Команда двух до четырех человек попадает в некую локацию, которая стилизована, антуражно обставлена мебелью. Соответственно, там воссоздан дух какого-то приключенческой ситуации. В нашем случае пока это комната логового вампира. Задача команды – за 60 минут выбраться из этого логова, выполнить некую основную миссию, при этом уложиться в отведенное время. Шагнув за порог квест-комнаты, человек попадает в другую реальность, где царит неповторимая атмосфера и где его ждут увлекательные задания на смекалку и наблюдательность. В преддверии Нового года все хотят получить какие-то новые яркие эмоции. И это один из способов этого достичь. Потому что на самом деле, мало того, что здесь дух авантюризма присутствует, плюс здесь еще командная работа. Здесь есть возможность с семьей интересно провести время, так как здесь допускаются дети с 10 лет. Им очень интересно, и порой они даже оказываются находчиво своих родителей. Будет что потом вспомнить, пережить совместно такие яркие впечатления, вспомнить, обсудить за новогодним или посленовогодним рождественским столом. Не подвергайте сомнению чудеса, создавайте новогоднее настроение, играйте в игры, дарите подарки окружающим и себе. Ведь, как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плашай. Ну вот и все. В этом 2015 году мы завершили свою работу. Надеюсь, вам было с нами интересно. А если уж что-то не так, то вы простите нас. Мы обязательно исправимся в новом 2016. А в эти последние часы декабря мне хочется пожелать всем нам побольше радостных и счастливых мгновений. Неизмены веры в светлое. Пусть решения будут мудрыми, а здоровье крепким. Благополучие в каждый дом, в каждую семью. Верьте в лучшее и не забывайте мечтать. 2016 год. Будь, пожалуйста, для нас хорошим. Синий вечер, зимний ветер, звездной пыли, растворились фонари. Стрелка замрет, завершив оборот, и наступит Новый год. Словно полночь мир наполнит. Пусть старый год нас простит и все поймет. До января остается у нас только час, последний час. Последний час декабря. Сабри нами. Пускай летят за моря любовь и мир. И все надежды наши пусть будутся однажды. В последний час декабря. В последний час декабря. В последний час декабря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok